Эльдар Мелин, Джаван Мелин. Спасибо, что пришли сегодня ко мне. Я очень рад, что вы согласились на съемку. Джаван Мелин у нас уже не первый раз, у нас постоянный гость. Да, мне очень приятно, когда я вижу вот таких ребят, их по пальцам можно уже посчитать. В городе Баку очень мало таких ребят, которые действительно настроены творчески, которые хотят именно брать интервью и запечатлеть самых таких бакинских музыкантов, певцов, джазменов. Вам спасибо, вы же легенда, в принципе. Вопрос у меня такой. Сегодня мы будем обсуждать именно ваш творческий союз. Вы не только творческий союз, но и друзья по жизни. Поэтому, так как это городская тема, начнем с города и тихо-тихо перейдем к тому, как вы встретились. Для начала я бы хотел, знаете, что узнать? Как вы считаете, город, который тогда вы видели, он изменился? Изменился. Это совсем другой город. Это не тот город, в котором сейчас вы живете. Это совсем другой город. Ну, чем хорошо? Другие люди были, другой город был, другая архитектура была, другие законы были элементарно. Ну, там много чего можно сказать. Но сегодня совсем другое. Как вы считаете? Баку становится красивым. Красивые дома стоят. Типа, Жалдан Бахарсан. Типа, это как будто Нью-Йорк там или там что-то такое еще. Ну, а люди-то, город фактически живет за счет чего? За счет того, что город населяют люди. Пусть город – это его жители, это люди. Но сегодня я, Джавар, еще несколько человек остались. Ну, Эльдар, я должен заметить такую деталь. Дело в том, что нам с тобой, мы счастливые люди, нам с тобой очень повезло в том, что мы жили в эти годы, 60-е годы, 70-е годы. Мы жили на Гусигаджиево. А Гусигаджиево, как она была в те годы, она такая же сегодня осталась. Малейшими изменениями. Эти пятиэтажные, на это мы не обращаем. Мы смотрим на нашу улицу, где мы с тобой… От Петромонтина до Первомайска. Да, в том-то и дело, у нас это самое, он нащерся, но сейчас можно называть, вспоминать фамилии тех улиц, которые сейчас уже давно забыли. Нет, потому что иногда ты начинаешь сомневаться, а вдруг, а вдруг это не тот человек, а вдруг его фамилию нельзя говорить. Ну, в этой передаче все можно говорить. Нет, я всегда все говорю и вместе говорю. И поэтому… Называйте, узнаем через парней. Поэтому, когда я… Иногда я сейчас на Хаттайи живу, уже как шесть лет на Хаттайи. Наш президент, любимый наш президент, многоуважаемый Ильям Алиев, Аллаху Нанджану Сагаласюн, он мне подарил квартиру в Хаттайи. И когда он мне еще сказал, ремонт сделать тебе, я говорю, дайте мне ремонт хоть самому сделать, потому что так невозможно. Мало того, квартиру еще ремонт, я говорю, я не тот человек. Поэтому я ремонт уже сам сделал, но дело в том, что Хаттайи – это бывший черный город. И я вспоминаю, когда вот мы иногда на такси… Там универмаг был знаменитый, кто помнит из тех лет, знаменитый универмаг был двухэтажный. Он назывался Черногородский универмаг центральный. Там мне папа купил бобриковое пальто. Мы на такси, когда ехали, вдруг шофер нам говорит, где-то мы уже проезжаем Сабунчинский вокзал. Мы пришли и вдруг говорит, так, извините меня, пожалуйста, мой папа Зейналы Мирзаман Медуглы, знаменитый директор школы номер восемнадцать. И вдруг шофер говорит, извините меня, пожалуйста, я сейчас закрою стекла. Я говорю, зачем так жарко, вы что-то… Когда в черном городе проезжали, все закрывали стекла. Почему? В белых сорочках тебе достаточно погулять пятнадцать минут, она становится черной. Поэтому я все это вспоминаю. К чему я это говорю? А Гуси Гальшева, она вся осталась, которая была. Белого цвета. Вот эти дома, пятиэтажные, там знаменитый музыкальный магазин был. Ноты продавали прямо под их домом. Магазин Тарана. Тарана, да-да-да, Тарана. Я почему говорю? Потому что он и сейчас такой же остался. Я недавно был там, клянусь, вот я вот иду… Там Тарана нету. Нет, не Тарана. Там еще в Мариже за такие страны. Я остановился перед окном Эльдара и балкон. И вот на пятом этаже и стою, смотрю, смотрю и говорю, Джаван, здесь же мы с Эльдаром Мансуром сколько сочинили песен, сколько мы репетировали дома на пианино. А сколько мы слушали «Голос Америку»? Это джазовые программы, конечно. Вы мне расскажите, а как сама встреча произошла? Вот как вы в первый раз… Давайте. Это очень интересно, это очень интересно. У нас там Гусигаджио, угол Первомайский, арка. И там почта рядом, она и сейчас есть. И арка, слава Богу, есть, и почта есть. И вот представьте себе, представьте себе, что мы там… Двор, у нас двор был маленький. Гусигаджио 35. Айсал, а тот длинный был. И там мы футбол играли. Команды на команду. Значит, это футбол играли. И вот у нас своя команда 5 на 5 играли. Там больше невозможно было играть. И мы всегда посылали какого-то, давая ему 21 копейку, чтобы он в ЦУМе, в подвале купил резиновый мячик. Да. Резиновый мячик стоил тогда 21 копейка. Но почему она стоила 21 копейка? Один раз, если у нас Телят был там, на втором этаже. Да. Представьте себе, что он любил почему-то сильно бить по воротам. Вот он выходил, ему давали пас, и он со всей силы… А у нас ворота железные. Железные такие. Советские железные ворота. Как у Зимнего дворца в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. И он со всей силы бьет, и мячик лопается. Опять надо посылать в ЦУМ, значит, какого-то чувачка, который, значит, пойдет 21… А где одна копейка? А потом, ну, 21 копейка. Вот такие цены были интересные. 21 копейка, да. И вот он так бегал, и это самое, да. И вот, вдруг мы обращаем внимание, что в этот двор приходит один парень, очень такой симпатичный такой, с интересным очень взглядом. Взглядом. Подожди, не торопи, но не торопи. Так. И наблюдает, как мы играем в футбол. Ну, мы как-то не знакомы же. Ну, парень, наверное, пришел, он, наверное, любит футбол. И поэтому он приходил и спросил. Он несколько раз пришел, потом ребята заметили, сказали, вот там один парень приходит и так всегда с удовольствием, радостно смотрит на футбол, как болеет. А оказывается, это был никто иной, как Эльдар Мансуров, который сидит с нами вот сейчас рядом. Это же большое счастье сидеть рядом с Эльдаром Мансуровым. Это большое счастье, потому что он великий. Он композитор, извини меня, сейчас про многих говорят великий, поэтому стесняться не надо. И что хочу сказать, что это оказался Эльдар Мансуров. И когда он так стеснительно подошли к нему, говорят, ребята, салам великим, вы в футбол играете. А у нас как раз был такой момент, когда Талят очередной раз ударил со всей силы, чтобы гол забить. А брата бедный боялся даже, когда он уже выходил. И вратарь покалечился. Он попал вратарь в одно хорошее место. И тут настал ваш звездный час. И представь себе, мы вдруг ему говорим, что Эльдар, вы сможете немножко на воротах постоять. Мы еще не докончили игру. Счет такой ничейный был. 3-3. Мы никак не могли определиться, кто кого победил. Какой спор был. Все бесплатно и без всяких. Какие там это самое. Никаких тогда мыслей не было. И он встал на ворота. У него куртка была, светлая такая. Это самое. И он встает. Теперь Талят выходит. Опять выходит на ударную позицию. Со всей силы опять бьет. Он вот так закрылся. И голову пропустил. Но мы так кайфанули. Потому что это было действительно. Понимаешь? Это было настолько с юмором сделано. Не то, что он там боялся мяча или что-нибудь. Но он видит, когда Талят Джудо сразу начинает укрываться. Поэтому мы как-то друг с другом стали общаться. Потом уже со временем мы уже узнали, что он, оказывается, композитор сочиняет. Это же, мы же, мы соседи. Мы тогда, только у нас своя мяля была. У нас своя мяля была. Вот Первомайская, Видадзи, потом Верхненагорная, Нижненагорная. И на Советской вот эта баня с нами. Это была наша мяля. Спускались сверху вниз на Первомайскую. И мы там жили. А он чуть-чуть дальше жил. Пощерся. Вот спускаешься. Это же почти рядом. Там, где Рафик Сейдзаде с Натаван Шейховой. Рафик Сейдзаде. На этой улице, да? На этой улице, да. И вот когда вот уже, мы со временем уже сблизились, узнали, что мы, оказывается, коллеги, музыканты и так далее. То есть, да. И нам до сих пор, сколько лет прошло, мы всегда друг друга любим. И любим не только потому, что мы есть. Нет. Любим и не потому, что я его очень много песен записал. Очень. Мне повезло в жизни, что я сосед такого композитора. Он чуть-чуть видит, что иногда с певцами проблемы. Тут же, Джаник, есть песня. Один певец хотел ее спеть, не будем говорить имя. Ну, не получается, да. И я приходил тут же, тут, 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 пятый этаж. А мы жили на втором, это, тут, 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 раз, играет, раз, без, все. Выходим в студию и там записываем все, без, все. И, но мы тогда, вот я, вот это маленькое, всегда добавление хочу сказать, ни Эльдар, ни я, мы не думали, что мы, оказывается, творили историю. Когда Вы познакомились, каждый из Вас уже начинал свое музыкальное? Да нет, я еще в школе учился, я приходил к ним во двор играть в футбол, то есть даже в музыкальной школе учился, но в музыкальниче еще не поступал. То есть я после уже начал, то есть музыкой занимался, но не так, чтобы профессионально идти. А так в основном мы с чайником, не только в Баку, мы еще в Москве с ней встречались. То есть я, когда я приходил, тогда была известная гостиница «Россия», западный вестибюль был, сижу, там пиво пью, застойки это 69-70-е, вот такие вот эти годы были. Да, да, да. Да, Джаник везут, Джаник, ты там что делаешь? А мне здесь дела искали. А, ладно, поднимайся, поднялся, тоже немножко выпили и так далее. То есть у нас очень много таких было общений. То есть не только в Баку, в то время был Советский Союз, но мы спокойно выезжали в любой город. И притом мы не знали. Джаник тоже часто ездил. Потом Джаник, еще он работал в Рашид Бейбетово тогда. Он постоянно ездил туда, в Рашид Бейбетово, там, значит, в загранице, где я не был. У него очень огромная коллекция гранпластинок, гиганты. Джаник приходил, значит, звонил ко мне. Эльда, зайди. Я купил новые диски, помнишь? Биг Бэнд, гитаристы. О, да, 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 да. Трафик, там, Фридо Гнайт, там еще какие-то там, Том Джонс. Ну, про Том Джонс я отдельно про него расскажу. Значит, этот самый, у меня еще есть пара друзей. Ньяс и Фуат тоже соседи были. Они тоже познакомились с Джаником через меня. И получилось так, что в начале 70-х годов Джаник работал в каких-то ресторанах. Ну, как, не каких-то. Интурист. Интурист работал. Потом работал в этом, в дяжднике была гостиница. Вот сейчас его снесли. Спорт, да. Да, там потом в наших… В центровых таких ресторанах. То, где мы не работали, эта компания, я и мои друзья, шли за ним в эти рестораны. И в то время очень моден был Том Джонс. Да. И Джаник, этот репертуар Том Джонса, фактически, и он баритон, и тот баритон, он постоянно пел эти песни. Что пел? Yesterday, там, The Line, вот какие-то, Green Green Grass, вот эти песни. Популярные. И мы как приходили с Джаником, когда нас везли в ресторан, он начинался. Чтобы не останавливаться, Yesterday. И у него кличка была Yesterday. Притом, это Битлсы написали Yesterday. А Том Джонс, когда спел, через десять лет после этого, у него такой вокал. Вот этот Том Джонс. И меня всегда удивляло. Удивлял, слушай, какой вокал. Ведь вокал надо же еще тоже услышать. Оказывается, я потом с годами понял, что вот многие люди, они Богом не уделены, чтобы, например, услышать вокал. И чтобы это понравилось, чтобы это полюбить. Этого многим не дано. Ну, у вас джазовое направление. Понятно, что вы слушали иностранную музыку. Ну, сейчас выяснилось, что Эльдар Мелем тоже. Нет, нет, дослушал. Минуточку, я сейчас тебе расскажу. В 69-м году я тогда не участвовал. Я начал участвовать на фестивале «Золотой осень». Газелл-боец, да. Я начал участвовать в 70-х годах. Ну, вот Джаник впервые в 69-м году я видел на «Золотой осени», в старых стадионочных игр. Там он выступал. Три плюс два, да. Три плюс два, да. Да, и вот там, фактически, я его видел, его выступление там. И, помимо этого, мы с Джаником, что еще сблизило? В то время «Голос Америки» передавали передачи джазовые, какие-то… Вилл Искановер. Да. Ведущий был Вилл Искановер. Известный американский джазовый… Я к чему это говорю? Я к чему это говорю? Значит, в то время вот эти передачи были, например, мы слушали что-то. Джаник сегодня будет в 2 часа ночи, и вот такая-то группа выступает. И вот такой-то солист будет выступать. В общем, такой. Или там Джаник ко мне звонит. «Да послушай, вечером будет такой-то, тот-то будет выступать». Вот так мы друг с другом все общались. Потом переписывали там, там хрипотца было, все было. Притом заглушали эту радиостанцию. Да. Помнишь, да? Заглушали. Да, да. Но иногда заглушка уходила, и мы слушали кусочек маленькой музыки, радовались, что мы эту… А я опять… Кстати, в то время… Радиопередача. На магнитофон записывали. На магнитофон тогда первые бобины появились. На магнитофон. На магнитофон. На магнитофон записывали с этими грязными, с этими… Ну, что это? Яуза была. Яуза. Ну, как он помнит. Потом после тебя я пошел, купил еще одну комету. Я купил трех раз. Да. Да. Вот такие вот моменты были. Кстати, в то время, кроме «Голоса Америки», еще Иран передавал шашки. Время было. Там, помнишь, иранские радио? А Монте-Карло, ты помнишь? Монте-Карло… 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 Там, ну, это старых бакетских музыкантов, вместо сборища было Саи, помнишь? Чайхана знаменитая! Чайхана… Монте-Карло… 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 Мало встречались. Мы с другими встречаться проездили. А так, мы с чайниками, то у него дома, то у меня дома сидели, вот общались с разными и так далее, музыкантами. Люди перестали слушать что-то новое, что-то иностранное, как-то зациклились на… национальном, что ли? Потому что, как бы, может быть, где-то это модно, где-то это срабатывает. Мы все выступали в то время в разных группах. А эти группы что играют? Рок. Я сам был рокером. Я играл рок-музыку в то время. Разные, а вот такие ансамбли были. Мы выступали вот в этих. Я играл в свое время в эксперимент ОК. Азиар Керимов был там, потом Махмуд был, Марик. Вот это наши ребята были. Рок-баллады? При ДК Шаомяна. Это сейчас Катай называется. Вот там я целый год-полтора туда ходил, с ними репетировали, выступали на фестивале, их места получали. То есть в то время фактически… Рок. То, что я сейчас пишу эстраду азербайджанскую, это не означает, что я далек от азербайджанской, от зарубежной эстрады. Я в училище все время сидел, играл там на перерывах, в зарубежном мускуле. Я играл в Битлоне, играл в Rolling Stones, играл в какие-то такие вещи. ОК-ТАй Керимов меня там заметил. После этого он меня пригласил в свою группу. Он сказал, у меня есть группа, рок-группа. Ты у нас сыграешь? Я говорю, сыграю. Я пошел туда в эксперимент только. То есть, вы понимаете, любой музыкант должен всякой музыкой интересоваться. Джарик, если джазмен, Джарик не знает классику или не знает азербайджанскую музыку, все знает. И потом вот маленькое добавление еще к тому, как музыкант. Дело в том, что, что мне нравилось в Эльдаре Мансурове и в его музыке, он обращался всегда к очень хорошим аранжировщикам. Его аранжировщики, такие как Назим, Яшар, еще прочие, Левы и всякие. Они делали современные аранжировки, что там и баш-гитара, и ритм, и барабаны. И все идет на современный лад. Поэтому его песни мне нравятся. Я его любые песни исполнял. Почему? Потому что я видел хорошие аранжировки. Ведь певец настоящий, не только джазмен, но вообще певец настоящий, он должен слышать, что вот эта аранжировка, она хорошая. А если ты два класса окончил, откуда ты можешь знать, что такое аранжировка и что такое хорошо? Поэтому вот благодаря Эльдару Мансуруму я записал его около 95 песен его записанных. 95 уже конкретно что? Или около 90 или более? Не, я так иногда, иногда я считаю, воспоминания пишу иногда. И в каждой песне, вот сейчас слушаешь, вот столько лет прошло, вот они свежо звучат. Потому что аранжировщики и сама его музыка, она совпадала вот с сегодняшним днем. Все его песни, которые исполняются, они могут показаться так, что как будто бы их вчера записал. Потому что больше таких аранжировщиков нет. Почему не слушают сегодня люди что-то новое? Знаешь, есть ответ. Потому что они не знают, что слушать. Они не могут поймать, что им надо слушать. Они слушают любую вещь и говорят, «Те-те, Эджепти, Ай, Лезет, Веран». Ничего не понимают. Вот сейчас мы пришли. Почему? Опять они не виноваты. Очень много музыки. Кругом. С утра до вечера. Куда ни садишься. В машину. В автобус. В метро. Везде музыка играет. Телевизор. 1200 каналов включаешь. Там турецкая музыка. Тут итальянская музыка. Тут российская страна. Очень много. И человек, он теряется. Он не может поймать, что ему надо слушать. Вот в чем дело. Вот это ответ на твой вопрос. Очень такой хороший вопрос. Почему? Что случилось? Вот что случилось. Человек не может выбрать. Он не может выбрать. Он весь… Вот ходит и не видит ничего. Вот слышит. Ой. Второй вопрос. Человек может выбрать. Каждый выбирает свою музыку. Да. Ну, кто может свою музыку выбрать? Я могу назвать именами кого-то. Я знаю, что вы одно время работали музыкальным редактором на телевидении. Как вы считаете, получается у людей музыкальные интересы изменились? Что повлияло на музыкальный интерес? Я старался даже вот элементарно. У нас как считается обычно? Типа народники, типа как-то отсталые. Эти эстрадники, там, джазмин. Они немножко такие впереди идущие. Понимаешь? Я старался вот как-то выровнять вот это все. То есть, и эти не выпендривались по очень положенного. И эти немножко дошли до этого уровня. Допустим, ну, вы не знаете. Я, кстати, в интернете поставил вот эти, значит, передачи мои. Буахшан назывались еще так, в 1934-1995 году я делал эти передачи. То есть, я всех туда приглашал, допустим, и таких исполнителей, и народников, и эстрадников, и джазмин, всяких. И старался народу все-таки показать лучшее, что в них есть. А не то, что самые худшие. Допустим, я не делал никогда. А что хочешь пой? Нет. Я слушал его репертуар. Я выбирал то, что народу будет приятно слушать это. А не так, чтобы ему надо, чтобы на свадьбу ходил, ему там клиент закажут эту песню. Мне это не надо. Я сам выбирал то, что элементарно может на людей хорошо повлиять. Чтобы люди как-то, как-то сказать, это самое. Что-то воспитает. Да, что-то такое вот было, понимаешь. Это тогда было. Сейчас уже на такие вещи никто не обращает внимания. Сейчас посмотри, что творится на телевидении. Это не музыка. Это, во-первых, и потом ведущих нету. Я вот смотрю сегодня ведущие, у нас институт ведущих программ передач, что на радио, что на телевизии. Нет таких людей. Посмотрите старые поколения, как они ведут передачу, как они элементарно умеют слушать. Они слушают, дают тебе все выговорить, а потом они вопрос задают. Или вопрос так задают, чтобы ты конкретно отвечал на этот вопрос. А получается сегодня, допустим, ведущие сами не знают. Вопрос задают, я ему и отвечаю, или ей отвечаю я. Опять, она обратно мне этот же вопрос по-другому тоже сам задает. Я говорю, слушай, я только что ответил на нее. А где оборвалась эта цепочка, как вы считаете? И почему? В начале 90-х годов это оборвалось. И все, до сих пор это не исправить, невозможно. Одно время говорили, что там, понимаете, новые появляются любители. В советское время тоже было, любители писали песни. Есть, например, он не профессиональный композитор. Он певец, профессиональный, то есть под диплом я имею в виду. Но он профессиональный композитор в каком смысле? Он певец, он грамотный музыкант. Он в консерватории учился, в музыкальном училище учился. Он прошел и классику, не Лавана прошел, там еще у кого-то что-то. Прекрасно играет джаз. Я у него дома познакомился, Рахматы Вадима Мастабазадек. Вадим к нему приходил, они были друзьями. Вадим джаз, сколько раз я к нему приходил, Вадим у него был. И вот там вот мы общались вот с ним. Элементарно, Джаван, например, играет сам и джаз, и эстраду, всякую музыку. Вот то, что сейчас, допустим, он работает в ресторанах и так далее, там джаз он не исполняет. А джаз он исполняет на джазных фестивалях, каких-то джазовых передачах и так далее. То есть у нас, понимаешь, все это оборвалось за счет чего? За счет того, что начали как бы, какое-то время пошло, начали вот наше поколение как бы игнорировать. Новые появились. Я, например, элементарно смотрю, ребята, которые в 70-х годах, в конце 70-х, в начале 80-х, начали, взяли гитару, начали играть в рок. У меня все эти газеты, я сохранил их. Пишут, мы отцы азербайджанского рока. Да ребята, что за глупости вы говорите? Отца азербайджанского рока в 60-х годах были. Первая волна рок-музыки, когда рок-музыканты пошли в азербайджане. А вы откуда стали отцами? Понимаешь, я вот этот фальш я не люблю. Сейчас вот, когда начались вот такие вот обманы, или, допустим, я что-то говорю там кому-то, что-то вот так, молодые, например, не воспринимают. А ты вообще, в то время не было, ты не знаешь. А что вы знаете? Вы ведь элементарно, вот я смотрю у некоторых молодых, они даже не то, что полагают, даже четверть не знают того, что мы знаем. Единственное, то, что мы прошли, они не прошли. Они все из себя в пендрюшке, понимаешь? Длинные волосы, у меня тоже были длинные волосы. У Джован были длинные волосы. Мы тоже были щипарями. Мы тоже щипями были, мы тоже котлами, шоблами, мы по городу ходили, катали, все. Жухарили, все, что хочет, сделали. А что это вдруг, эти маленькие сыночки сегодня стали платными, что ли? Нет, так не бывает. Хотел бы я спросить о вашем творчестве, вот более таком взрослом возрасте, вот первая ваша серьезная работа, с которой все и началось. Могли бы они рассказать? Как процесс проходил? Были ли какие-то стычки? Может быть, как-то непривычно было работать между собой? Нет. Никогда не было. Вот, кстати, надо заметить, что насчет стычек, никогда с Эльдаром, вот как-то все как по маслу шло. Одно-два таких слова, которые заставляли смеяться. Это смешно. Вы на свои шутки были. На ухо что-то сказали. Сейчас скажу сами. Поэтому как-то… И я вам скажу, что самое главное, что нам всегда вот как-то интересно. Вот новую вещь ты записываешь. Да не было еще этой вещи. Ты записываешь новую песню. И тебе все время кажется, что как будто бы что-то не хватает. Еще что-то туда было. Оказывается, это только кажется. То есть это оказывается то, что через десять лет становится на свое место. Тогда оно как будто бы мы творчеством занимались. Мы были творческими. А настоящие творческие люди, они всегда недовольны тем, что они делают. Ты понимаешь? Да. Вот все время что-то не хватает. Вот в этом месте я вот такую ноту пустил. Помнишь, мы с тобой джаз-композицию записали? Вокалист. Вокалист. Джаз-вокалист. Так он и называет. Джаз-вокалист. 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 Я когда первый раз услыхал фонограммы там все, я думал, кто поймет, кому этого? Слов нету. Обычно люди, которые слушают песни, они слушают. Некоторые есть, которые музыку совсем не понимают, но они слушают слова. Они только слышат слова. Они не слышат ни гармонии, ничего. И по словам им нравится. Вот они говорят. Ай, мэн гюзэл. Мэн мюрэйм. Сэн и истэйр. Кёрмея. Амма. Ахранжи бахтар. Мэн гёрберам. Понимаешь? Слова. Слова. А музыкант, он всегда больше обращает внимание на музыку. И всегда я говорю, Эльдар, вот это место, там вот такое слово есть. Я его не знаю. Это слово. Что означает? Он говорит, иди пои. Он сам тоже не знает. И не говорит мне. И я не знаю этого слова. Пою и нервничаю. Ну, как можно? В принципе, не зная слова. Есть такие слова. А поэты иногда пишут. Они же иногда тоже свои закидоны у них есть. И какое-то слово вдруг им пришло, в голову написали. А оно в пение не идёт. Оно было. А через 25 лет когда слышишь, говоришь, всё на месте. Всё на месте. Вот это очень интересно. Наверное, вы сумели прочувствовать этот момент, не зная слов, да, именно? Да, да. Просто через музыку. Через музыку. Через музыку. Вот мелодия, она вот совпала, да, и вот так. Я вообще, знаешь, я как отношусь к песне. Иногда я чувствую, что слова мешают моей музыке. Слова нужны только для чего? Только для того, чтобы певец рот открывал-закрывал, что-то говорил. Я вот на слова вот так смотрю, поэтому я не зацикливаюсь на слова, вот здесь какое слово это поменяем, это не надо. Ты пой, а время все поставит на свои места. Как вы думаете, не кажется ли вам, что музыка, например, написанная Эльдаром Мансуровым, актуальна, потому что он брал свое вдохновение извне, из иностранных композиций, которые он слушал. Сейчас все сосредоточено на нашем? На восточном, на нашем, на восточном. По турецкому даже, я бы сказал. Турецкий, арабский, пакистанский, афганский, индонезийский, черт его знает, Суда, Эфиопия, вот оттуда все черпает. Ну, наверное, уровень нынешнего слушателя, вот зрителя такой у нас в городе Баку. Те, которые элементарно были традиционно, допустим, люди, которые воспитывались традиционно в европейской, там, российской культуре, их почти не осталось. Или отсюда уехали, или кто-то помер и так далее. Только то, что вот осталось здесь, очень мизерное количество там интеллигенций и так далее, это все было заменено периферией. Вот периферия фактически пришла, а у них своя музыка, у них своя культура, свое восприятие вещей. Поэтому вот и музыка фактически стала сегодня и в эфирах везде вот такая. – А такой вопрос, когда, например, вступила… – Ты сам не согласен? – Да. – А когда сюда пришла советская власть, может, тогда там тоже был такой же поворот, но уже в сторону России? – Я не помню, что было в семнадцатом году, но элементарно. Я родился в середине двадцатого века, элементарно. Благодаря, как тебе сказать, элементарно. Мы жили в Совет… Не в России, мы жили в Советском Союзе. В Советском Союзе были очень много национальностей, было 15 республик. Потом у нас были дороги открыты социалистическим странам, не только, допустим, Прималты, там, Кавказцы, там, Среднеазиаты, там, Дальний Восток. Мы еще общались, ездили, значит, и слушали музыку, культуру соседних, допустим, социалистических стран. – То есть, музыка национальностей? – ГДР, Румыния, Польша, там, еще какие-то там, такие страны, вот. Мы слушали все это, мы общались элементарно с этими коллективами, то есть на их концерты ходили. А они, естественно, что-то переменяли, перенимали они с Европы, допустим, они тоже, а они в свое время, у них более открыто было, чем у нас граница, и поэтому они слушали и французов, и англичан, и немцев, и там других еще, понимаешь. Вот через, через, через вот это Европейское, через Советский Союз мы получали вот эту информацию. Мы не то, что получали, мы настолько, мы даже оперезили многие там республики, города какие-то Советского Союза. То есть, Баку стал действительно центром музыки, музыкальной культуры во всем Советском Союзе. – То есть, кузница музыки была Баку во всем Советском Союзе? – Музыканты в основном. Отсюда ехали в Россию, там, коллективы там, во всех городах участвовали. Музыканты, дирижеры, композиторы. Мурат Кашлаев – известный советский композитор, он дагестанец там, по своему происхождению. Но Баку учился, Каракараев учился, студент Каракараева. Таких очень много примеров. То, что сегодня говорят Андрей Бабаев, там, армяне себе это переводят. Андрей Бабаев учился, Каракараева тоже, наша Бакинская школа консерватории. То есть, все отсюда шло, понимаешь. И когда всего этого не стало, естественно, сегодня совсем другое… Я поэтому говорю, когда выходишь, смотришь другие люди, другая культура. – Да. – То есть, нам трудно с Джованом, с ними, как бы, и общаться, и как-то им объяснять что-то. Мы никогда никому ничего не объясняли. Мы делали своё дело, и все понимали, и все хлопали. – Да. – Так у нас не было. – Нурогаевич? – А? – То, что вы делали, было востребовано, да? – Мы делали, всё, что делали, это было присуще тому времени. И мы тоже в то время, мы жили, росли и так далее. То есть, это наш образ жизни был. Сегодня нам немножко трудно себя найти вот в этом обществе. Поэтому, если обратили внимание, во многих сайтах есть отдельно «батинцы», там «мы батинцы». А те, которые не любят это слово, они нас, как бы, на штыки воспринимают, что они вот у себя… Слушай, мы жили в другое время, мы жили в другом периоде, элементарно. У нас было так, у нас получили другое воспитание. В наше время в автобус заходил, в метро заходил, видел старшего человека с того места уступал. Сегодня этого нету. В наше время, когда мы по улице шли, даже не знали, когда видел старшего человека по возрасту, мы здоровались, проходили, сегодня тебе в глаза смотрят, ещё вот так, просто посмотрят и отвернётся, понимаешь? Этого нету. Сегодня на русском языке никто не умеет говорить. Я смотрю, сегодня наша молодежь, куда она идёт? На английском говорят. Самое смешное, знаешь, на английском говорят, на шахинском произношении, это аппарабах. Это не английский язык. Ни это не знаешь, ни это не знаешь. Понимаешь? Русский, когда говорят, что учите русский язык, это должно. но многие это мы читали фактически я учился в азербайджанской школе я 190 учился в школе но я русским языком владею очень хорошо я знаю русскую грамматику русский язык и тогда я читал многие вещи с русскими с русских переводов сегодня азербайджан я смотрю выпускают очень много красивых книг выпускается здесь откуда переводят драйзера откуда переводят там допустим джек лондона и тогда это ведь советское время было переведено наши переводы переводчики перевозили с русского языка на азербайджанский и свои наши же печатают эти переводы а русский не знаю я не сторонник того чтобы русский русский не надо для меня русский язык это язык общения а люди это не помет это наши враги это империя вот как причем тут империя и потом вот обратите внимание вот когда смотришь фильмы советские фильмы по телевизору иногда показывают да с участием известных актеров сергей филиппов смоктуновский они знают на них никак на русских смотрим на советских актеров и вдруг это идет в переводе на азербайджанский язык вот мы это уже воспринимаем как-то немножко невозможно смотреть смотришь и думаешь не ну а как на ты жил самый интересный знаешь у себя в республике маркет американские фильмы если не очень известны какие-то слова из в американских там произносят слова у нас такой ласкательный ласкательный такое слово вот у нас говорят совсем другое это не означает этот перевод где эти переводчики которые элементарно могли вот хорошо это перевести даже тоже не хватает таких переводчиков нету потому что трудно очень с другого вот даже английские американские фильмы смотришь и там тоже на азербайджанском перевод но иногда такие я слышу но как музыкант я слышу хорошие голоса ашменс санэдемишемки гэд о тарэфе а вот а тут американец говорит а этот гэд йох мэн дюнэм гэдмишем о тарэфе он а гэрэ бугин мэн гэдмия чай вот такие вот посмотрите луи де фенесса переводы французских фильм это там хотя большая прогулка фантомаз этих фильм на русском языке посмотрите перевод с французской посмотрите то что на азербайджанском языке переводит это это тоже нужно узнать до при советском союзе да как его фамилия по-моему я ворский по-моему я ворский в общем что-то такое нет ну я же с луи де фенесса не снимался к сожалению же это великий актер какой смешной олой какая прелесть но юмор изменился за 25 лет недавно я смотрел фильм с участием луи де фенесса в том я сидел в компании реакции не было там той который вот когда мы умирали от хохота в кинотеатре не сами весь зал смеялся сейчас один слава мы из прошлого но в нас есть будущее а то что сегодня они пускай не обижаются на вас молодые мы действительно мы хотим для них для них очень хорошего но они не понимают они все считают что мы старперы мы никому не нужны такие мне кажется ваше знание нужно использовать для будущего перенять все то что для того чтобы используют наши знания мы должны где-то преподаваться где-то должны с ними общаться почти нет таких общений таких мероприятий не производит не про не проходит понимаешь ну вот я преподаю за вы же санат институт мои студенты мне что говорят они мне говорят правда я сейчас уже ушел ну год уже как ушел они мне что вы знаете вы нам показываете песни я же все это знаю играю аккомпанирую единственный педагог который аккомпанирует своим студентам остальные педагоги не аккомпанируют не умеют это надо уметь я горжусь этим что я сажусь за рояль я как и вдруг мне студент мой говорит человек вы нам показываете песни вы нам джаз показываете вагифа мустафазады там у вагифа мустафазады тоже песни были да там которые пели серии там так далее то вы поток кури его он же тоже джазмен эльдара мансурова песни показываем они там пели и поют и который я ему как бы которую я знаю все и это самое что я хочу сказать что говорит мне а мы по инди виза лазан где то есть это нам не нужно сейчас крылка а когда нужно будет сейчас только той магнала лазан где только свадебные песни я говорю инди на все же герс один той ману ученик лучше говорит и двое они как мол то что ты сейчас нам показывать аккомпанируйте это никому не нужно время покажет понимаешь время покажет я согласен но это время фактически будет для нас мы-то знает все равно все это для некоторых людей нашего общества допустим нашей нации это будет упущенное время то есть это у них будет как бы черная дыра белая дыра за за пробел то есть они этого не будут знать а история как элементарно сохраняется допустим правду из того вот элементарно приходите спрашивать ему рассказывать то что мы видели то что мы прожили не то что просто видели а мы прожили вот эту жизнь мы рассказываем о том что было и там как бы вам передать в элементарно вот тоже там родители нам передавали мы передаем допустим вам то же самое элемента со временем вы тоже когда-нибудь когда станете в нашем возрасте вы будете элементарно с про кому-то чуть рассказ вы будете вспоминать а мы сидели с чаваном цельдарма вот они вот или рассказывают такое-то они видны просто сверху упала и рассказаны то что видели рассказывают мы то что пальцем трогали мы вот это рассказываем они просто сказки рассказываем вот элементарно вот сегодня я вот шел на вашу прекрасную передачу мимо консерватории вот сегодня вот два часа тому назад смотрю консерватории тишина а ты помнишь как там было а когда я 70-м году консерваторию поступал консерватории подойти невозможно все играют на роялях во всех классах играют и что играют листа играют чайковского играют у зеира гаджибекова играют фикрета амирова играют гершвина играют всех композиторов мира и все играют с удовольствием и открывают двери и все слышно себя а сегодня я услыхал из одного окна огромные языка а где все композиторы мира которые звучали в консерватории в музыкальном училище имени Асафа Зейналы по улице Горького, в подвале, проходить не возможно, около их дома. Знаете, Асаф Зейналы в музычилище ничем не уступал консерватории по уровню своей. Да, да. Бреннер, я не вспомнил. Он преподавал и в консерватории в музычилище. Сколько таких было педагогов, которые мы видели, преподавали и там, и тут. То есть они подготавливались здесь, в будущих своих студентов. Для консерватории и дальше, и дальше. А сейчас что? Нет, тишина. По уровню все нормально. Тишина. Вот эта тишина меня. Я остановился около... И смотрю, говорю, а почему тишина? Может быть, каникулы? Сегодня пошли такие законы в каких-то ваших вузах, в каких-то организациях. Как, допустим, в воскресенье или в субботу запрещают всем приходить на работу. То есть никто не имеет права. Даже секьюриты, они говорят, что никого не пускать сегодня в праздник. Или сегодня, допустим, воскресные дни, никто не должен, не должен зайти. Зачем не должен зайти? Если это учебные заведения, если это консерватория. Пускай люди приходят, общаются. Такое тоже есть. Это вот это еще... Вот это, да. Вот что, нельзя зайти? Вот, во многих... Закрыто, а фамика Демяки никого не подпускает. Время изменилось. Да, да, да. Самый элементарно. Вот он-то все время на сцене, его-то знают. Я непостоянный такой, да, как-то сказать, человек, который выходит на сцену. Да. Куда ты идешь? А кто вы такой? Я говорю, а такой-то. Даже имя не слышали. То есть молодежь не знает. Если я скажу, какие организации я хожу, я говорю, кто... Я пришел, скажу своему начальству, что пришел. А вы кто такой? Мне говорят. Это уже что? Это тоже моя нация, вот молодые ребята. А что им учат вообще в институте, дома, в школе? По телевизору. Они целый день вот берут этот телефон, играют в какие-то игры, снимают эти самые серфи вот так, вот так со всеми и так далее. И дальше нету ничего, здесь ничего нет. Тебе смотрят в лицо, говорят, так мой-то я. Он говорит, нет, смотрят, тебя в списке нет. Я говорю, слушай, мне не надо это, чтобы меня занасили в список. Я такой-то, не знаю, нет, не знаю. А вот ансамбль Гая, известнейший ансамбль Гая, в котором я 20 лет проработал. Он как окончил свою творческую карьеру? С окончанием Советского Союза. Оказывается, я тоже там работал, я не знал, мы были прикреплены к госконцерту СССР. И все зарубежные поездки, и все поездки по всему Советскому Союзу были сделаны через госконцерт СССР. И как СССР развалился... И как я перестал... Но в интернете написано, что вы до 2000 года восстановили. 2000, мы уже фактически на гастроли не ездили. В Баку какие-то мероприятия. В Бакинские мероприятия, мы уже какие-то там на НБНЗ выступали, выступали в Баку во дворце Гейдара Алиева. Ну, мало было концертов, и уже той зарплаты не было. Но деньги поменялись, уже монаты пошли, и зарплаты пошли. Никогда не забуду Теймур Мирзоев, наш Бядир Афер. Он сейчас в Израиле живет. Он взял 10 банок пива. Это баночное пиво. ФС. Ох, тогда это было так модно. И несет, и говорит мне в шутку, говорит, «Джаник, вот это моя зарплата». Я говорю, что, всего на 10 банок пива. Это все было. Клянусь, если Томик услышит, это у него в мурашки пайнут. Потому что это как хохма была. Да вот моя зарплата, 10 банок пива. То есть, вот какие перемены произошли. И значит, все-таки даже такое творчество, как ансамбль «Гая», которая гремела. Никто в Советском Союзе так не пел, как «Гая». Почему они так пели? Потому что в 1969 году Кара Караев, наш известнейший композитор на весь мир, мы гордимся, он привез из Соединенных Штатов Америки две пластинки. «Хайлос» такая группа была, и «Форфрешмен» американские две вокальные джазовые группы. И эти пластинки большие он привез в 1968 году. Когда об этом «Гая» узнали, они только первые шаги делали, они когда узнают, говорят, слушай, пойдем у него попросим, этот диск запишем, да, «Хайлос», то есть что, «Хайлос», «Форфрешмен», это такие джазовые группы, у них аккорды такие джазовые. И вот представь себе, Кара Караев после долгих уговоров дал на один час, они его переписали, и Мурик Маковский, джазмен был аранжировщик, ты помнишь его, Мурик Маковский, он любил это дело и так далее. Ну, тогда джазмены такие. Тогда кто не любил это дело? И представь себе, он оттуда эти аккорды снял и поставил эти аккорды на песни «Гая» в середине. И поэтому «Гая» вдруг какие-то аккорды брали, никто, ни песняры, ни орера, ни веселые ребята, ни поющие гитары, ни Ариэль, вот сколько вокальных групп было, никто эти аккорды не знал и не мог брать. И они все время говорят, что за это? Вот видишь, как пришло, к чему это, к нашему разговору. Из Америки «Кара-Караев» привел диск, сняли «Гая» и вот эти аккорды, все они в этих песнях. Вот сейчас, когда слушаешь и думаешь, слушай, какая молодежь, которая сейчас слушает песню, которая была сочинена 38 лет тому назад, они говорят, «Ой, Негюзельман, это какая красивая песня, это откуда?» Не знаю, что 38 лет тому назад это сочинено было. Поэтому ансамбль «Гая» до сих пор еще его так и не поняли, потому что там я 20 лет внутри работал, я с ними на джаз-фестивалях принимал участие, и мы выходили в Польше, в Литве, в Москве, в самых лучших, понимаешь, клубах, выходили, и джаз, когда мы пели джаз, от «Хайласа», от «Фор Фрешмана», «Манхэттен Трансфер», такая группа была, мы отличались от всех, и говорили, «Баку, Баку». И сам Гландзал реагировал? Да, реакции. И понимал. Ну, такие, как Лариса Долина, такие, как джазменки, которые выходили там, музыканты, Вагиф Садыхов, аккомпанировал нам этот Лукьянов, Герман Лукьянов, самые выдающиеся музыканты, джазмены, они приходили и с дрожащей рукой нам аккомпанировали, и что вот «Гая, смотри, что поет». Понимаешь, да? Вот тебе и «Баку». Вот это как раз ответ на тот вопрос, который вот… Понимаешь, вот когда говорим, что надо элементарно западную культуру понимать и так далее, он рассказал про музыкантов. Я просто про композиторов скажу. Тофе Кули, Рауф Каджи. Как получить, что они появились? Если Тофе Кули в свое время в Москве не учился, в фортепианном отделении, если он там во время учебы там по вечерам не ходил в ресторанах, бацанами не крал бы. И его друг же был еще Цфасман. Да. Джазмен, московский пианист Цфасман. Они друзья были, они любили друг друга. То есть Рауф Каджи был прекрасным пианистом. Например, они, каждый из них, что-то привнес в нашу эстраду. Например, есть такое понятие, да, в гармонии, да, двойная доминанта, да. Двойную доминанту музыки, первый фактически в азербайджанской эстраде, принес Рауф Каджи. В песне как он, Сергей Ленн. Двойная доминанта пошла. Вот такие вот. Тофе Кули принес шестую ступень, принес азербайджанская эстрадика. Помимо простой, там, первая, четвертая, пятая ступень, вот там, как-то, верно, говорят, да, то есть элементарно простая гармоника, эти люди каждый что-то привнес. Откуда они это привнесли? Благодаря тому, что они в свое время увлекались джазом. Не эстрады, в то время эстрады не было. Была классика и был джаз. Вот они вот благодаря этому искусству, этой культуре, вот они что-то взяли свои, передали, и мы пошли дальше. Откуда пошла Гаяцена Гарибасан? На весь Советский Союз популярная песня была. Потом, как сказал там, вот этот гармонический, а ритм откуда пошло? В свое время, в 60-х годах, очень была популярна итальянская эстрада, Сан Ремо фестиваль. А вот вступление Гаяцена Гарибасан, вот это само завод. Испания пошла. И потом уже. Посмотрите, сколько красоты со всего мира пришло в Азербайджан. Начали, понимаешь, перенимать то, что уже сделано красиво, они не храли, не плагиатство это, они брали систему вот эту, и в эту систему нашу музыку как бы вкладывали. И вот так идем. А сегодня что получается? Смотришь, молодые сегодня, берут чужую музыку, прям один к одному берут, туда ставят какой-то типа свои мелодии, назвать, какие-то слова пишут. Это моя музыка. Для того, чтобы сделать, как Гаяцена Гарибасан, или Туафик, Курьев, или Раакаджи, надо трудиться. А не просто брать чужое, брать, поставить для себя. Это не должно быть так. Ну и последний вопрос, на сегодня завершающий. То есть, если сегодня музыкант, который сотворит что-то новое для местной публики, запишет это, мне кажется, он не найдет своего реального слушателя. И некоторые, в самом деле, не находя его, они покидают Азербайджан. Как вы считаете, это утечка талантов. Она есть, имеет место быть, остались таланты. Эльдар Мялим ответил на это вопрос. Уезжает. Если здесь ничего не смог сказать, туда пойдет, там скажет, что-то не верится, понимаешь. Это в советское время было, допустим. Сархан в Москве работал. С Москвы его узнали. Через Москву узнали его здесь Бакон. Многих, которые, Муслим Магомаев здесь работал. Если я уверяю, здесь остался, ну, мы были на уровне азербайджанских. Хорошо, что он в свое время уехал. Гая здесь создали, но он больше кастролирует по всему Союзу, поэтому его узнали. Вы советуете поделать? Да, нет, нет, смотря кто. Понимаешь, сегодня я знаю многих ребят, которые отсюда уехали. И музыкант есть, и типа композитор есть. Здесь иногда наша пресса пишет, например, Азербайджан, Цанат Тарди, Финанкетский. Я не знаю его этого, ни композитора, ни исполнителя, и там кого-то. Что за имена? А что за музыка у них? Что они исполняют? Я не знаю этих людей. Там можно будет что-то пойти. Для узкого круга в зале, чтобы было там 20-30 человек, они дают концерт, и это уже у нас так немножко раскручивают, как будто там в зале было 40-50 тысяч человек, понимаешь, и все вот так стоят на ушах и хлопают им. Такого нету. Поэтому я считаю так, сначала здесь тебя должны принять, а потом ты можешь пойти там свое слово сказать. Если тебя здесь приняли элементарно, но не на уровне периферии, понимаешь, это на уровне все-таки должно быть как бы серьезной классической музыки. Классические, что я имею в виду? Не только оперные, классику я имею в виду, и час тоже классические, и эстраду тоже классические, ты должен во всех этих классических образцах себя проявить, чтобы тебя восприняли, чтобы когда твое имя произносили, знали, вот это кто такой. А не так, что тебя здесь никто не знает, и ты отсюда уезжаешь, ты надеешься, что ты там сейчас станешь известным. Нет, так не бывает. Спасибо вам большое за то, что вы поделились столиками воспоминаниями, своими самыми такими теплыми воспоминаниями о прожитых годах, о прожитых моментах, и о сегодняшних проблемах говорили очень много. Это благодаря вам. Спасибо вам большое. Благодаря вот этому коллективу. Почему? Потому что вы настолько интересуетесь этим, и хотите, чтобы многие об этом услышали, и посмотрите, у вас какие просмотры. понимаете, в чем я просто дополню. Мы готовы с Джаликом, не только, мы вдвоем, есть еще другие наши коллеги, которые могут рассказать. Это все, я так думаю, это хотелось бы, чтобы то, что мы говорим, это для... Даже, хотя бы для вас это не было бы как шоу, понимаешь, сделал передачу с этими поставили. Там надо, чтобы там сто тысяч человек посмотрели. Это нет, это не надо. Пускай будет меньше, но люди понимающие, пускай слушают, а не так, чтобы лишь бы птичку поставить или там лайкануть. Чтобы от того, что мы говорим, чтобы людям было, что у нас взять. То есть, элементарно перенять то, что хотя бы часть знаний, то, что мы им передаем. Вот так смотреть. Вы видите, в прошлый раз, когда мы с Джованом сняли выпуск, люди соскучились и по Джовану, И я думаю, что сейчас они вас увидят тоже. Потому что, знаете, большинство сейчас не смотрят телевизор. Перестали смотреть. Да, мы сами смотрим телевизор. Я поэтому всех зову, давайте к нам, давайте будем снимать, давайте будем делиться воспоминаниями. И чтобы люди тоже смотрели и тоже, как говорится, им было приятно знать, что есть такие люди с богатым прошлым. Да. Да, да. Ну и, соответственно, будущее. и будущее. Потому что мы смотрим с оптимизмом в будущее. Стоп. Давай попрощаемся. Пока, ребята. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова